Ну а мы продолжаем наше доброе утро. Идет масленичная неделя, сегодня среда. По народной традиции этот день называется лакомка. В этот день зять и его друзья приходят к тёще на богатое застолье. Главным блюдом считаются блины с начинкой. Перед таким вкусным началом дня предлагаю узнать прогноз погоды. Субтитры предоставил DimaTorzok В Черкесске утром небольшой дождь. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 1, плюс 3. Днём 5-7 градусов тепла. В здании Карачева-Черкесского государственного университета имени Алиева открылась межрегиональная выставка «Обращение к истории». Представленные на ней картины и фоторабота ранее прошли строгий отбор. Каждый экспонат в той или иной мере затрагивает тему 100-летия Карачева-Черкесии. С некоторыми участниками выставки пообщался наш корреспондент Артур Мхце. Красоты Карачева-Черкесии на стыке зимы и весны. На базе государственного университета имени Алиева открылись, можно сказать, сразу две выставки. Так любой человек, проходивший мимо территории вуза, мог познакомиться с работами фотохудожников. Основная фото-выставка будет открываться здесь, в здании Карачева-Черкесского государственного университета. Она приурочена к столетию нашей республики. И мы также вместе с Карачева-Черкесским государственным университетом решили сделать еще одну фото-выставку. Сделать ее для больше такой внешней экспозиции, для людей, которые могут прийти и посмотреть не только наши пейзажи знакомые, но и ребят в национальных костюмах, которые будут подчеркивать как раз колорит. Реализация этого проекта стала возможной благодаря грантовой поддержке Росмолодежи. Лучшие работы воспитанников фотошколы также украсили стены Института культуры и искусств, где открылась основная часть экспозиции. Для художника Юрия Карасова 2022 год – это не только юбилей Карачаев-Черкесии, но и 50-летие его собственного выпуска из стен данного образовательного учреждения. Для нас, конечно, это имеет громадную ценность, потому что те работы, которые здесь выставлены, в основном – это выпускники нашего художественно-графического факультета. И посмотреть новые имена, посмотреть уровень – для нас это, конечно, большая такая внутренняя необходимость. По словам Юрия Баубековича, Карачаевск не является крупным выставочным центром. Здесь нет больших музеев. А потому такие выставки имеют для ценителей искусства огромное значение. Помогают знакомиться с новыми именами. Одно из них, возможно, зазвучит через энное количество лет. Пока же картины самой юной участницы выставки в стиле символизма притягивают внимание мастеровитых художников. Твои работы здесь тоже представлены? Да. Как называются и чему посвящены? Пуговица в космосе – это не цветка. Это называется тюльпан, который, когда отрезают тюльпан, оно становится две точки. И символ тюльпана – это радость весны, короче, и на руках сделана такая работа. С работами представителей различных направлений любой желающий может познакомиться в течение всего марта. После чего в планах организаторов будет издание художественного альбома, в который войдут как показанные на экспозиции работы, так и труды ряда зарубежных авторов, воспитанников вуза, которые по тем или иным причинам не смогли отправить картины на межрегиональную выставку. Артур Махце, Алибастанов, Вести, Карачаев, Черкесия. На базе КЧГУ имени Умара Алиева заработал творческий проект под названием «Школа креативного мышления». Автор проекта Фарида Лайпанова и в эти минуты в нашей студии Фарида расскажет моей соведущей Белле Джозаевой более конкретно о теме проекта, о том, как он будет реализовываться и кто станет его участником. Доброе утро всем! Доброе утро, Фарида! Доброе утро! Благодарю тебя за то, что нашла время и пришла сегодня к нам в гости. Ты у нас не в первый раз. Ты постоянно выступаешь с какими-то новыми проектами, какими-то новыми идеями, помимо твоей основной работы, естественно. Вот сейчас ты опять выступила с проектом, который называется «Школа креативного мышления». Там еще есть продолжение, какая-то подтема. Я знаю, что вот этот проект сейчас будет работать или уже заработал на базе Карачаев-Черкесского государственного университета. Мне бы хотелось узнать, как эта работа будет проходить. Не столько сейчас о теме, а сколько вот… Как будет реализация проходить? Ну, начну с того, что «Школа креативного мышления» – это проект, в рамках которого 40 человек пройдут обучение по направлению креативного мышления. Проходить занятия будут на протяжении месяца, на два потока по 20 человек. И они будут проходить не только на базе Карачаево-Черкесского государственного университета, еще и на базе высокогорного креативного кластера, которые являются экспертами. Тут только студенты будут принимать участие? Нет, участие будут принимать не только студенты. В целом, молодежь Карачаева-Черкесии от 18 до 35 лет могли податься на обучение. Получается, не только студенты. Это может быть и работающая молодежь. Только молодежь? До 35 лет, как у нас в России принято, молодежь, получается, считается. Ну, давай поговорим по теме твоего проекта. Как она возникла? Понятно, что очень многие коучи сейчас учат тому, чтобы люди креативно мыслили. Вот у тебя как эта идея зародилась? Вот расскажи поэтапно, как все это проходило. Итак, вот как вы отметили, сейчас есть возможности для реализации своих проектов. То есть по всей России и у нас в регионе тоже продвигается это направление. Мы провели опрос у молодежи, и опрос был такой, чего им не хватает для реализации своих проектов. И большинство ответили, что им не хватает идей. Не столько финансовых ресурсов, то есть такие тоже были какой-то процент. Но большинство им не хватало идей, и они уже устали год за годом повторять одни и те же проекты. И получается, туда появилась идея создать такую школу, которая будет учить генерировать идеи и решать проблемы. А вот какие идеи у тебя есть? Как они у тебя появляются? Вот интересно, у молодой девушки. Основой вообще любого проекта является проблема. Получается, сначала появляется проблема какая-то, ты ее видишь, и находишь решение этой проблемы. И это получается проект, расписанный. Ну, распиши свой проект. О чем он? Школа креативного мышления — это возможность для молодежи обучиться креативно мыслить. Для того, чтобы приведу такой пример, Карачаевск — маленький город, в котором нет развлекательных центров, кинотеатра. Но с помощью каких-то, ну, с помощью, допустим, проекта можно решить вот эти вот проблемы, получается. Но это нельзя решить каким-то стандартным методом. Скорее всего, для этого нужны навыки креативного мышления. И навыкам креативного мышления можно обучиться, если этому будет учить человек, который уже знает какие-то методы. А ты откуда знаешь эти методы? Вот интересно, как у тебя проявляется твое креативное мышление у тебя лично? Я на протяжении всего бакалавриата занималась КВНом. Это тоже является своего рода развитием креативного мышления у молодежи. То есть, ну, это не структурированный способ нарабатывания, так сказать. Идей? Да. Ну, частично, да. А вот школа – это будет как бы получение навыков структурированных, получается, креативного мышления. То есть, школа будет структурирована давать знания по креативному мышлению. А ты знакома с участниками вот этой школы уже? Ну, естественно, я их видела, знаю, со многими я знакома, но не со всеми, естественно, потому что они не только с Карачаевской. Фарид, я думала, что это не последний твой проект. Я думала, что у тебя в голове есть еще какие-то другие проекты. Желаю их реализовать. И, конечно, я желаю тебе удачи и благодарю, что ты была в гости нашей программы. Спасибо тебе. Спасибо, что пригласили. Укротительница волков живет в Карачаево-Черкесии. Однажды, отказавшись от мегаполиса, Татьяна Самбурова вместе со своими хищниками выбрала живописное место в горах и открыла питомник долина волков. Светлана Шаганова побывала в селе Элькушмала Карачаевского района и убедилась, что волк не такой уж и страшный зверь. И его можно приручить. Элькуш в переводе с Карачаевского – орлиное гнездо или жилище орлов. Здесь высоко в горах парят гордые птицы, повелители небес. Теперь с ними только на земле соседствует тоже гордое, но независимое животное – волк. Считается, что этого дикого зверя приручить нельзя. Но невозможное – возможно. На окраине села Элькуш виднеется, можно сказать, царство волков. Кто в доме хозяин, говорят, изображение необычного. Чужака хищник чувствует. Хозяйка волков, а точнее питомника Татьяна говорит, что они рады гостям и таким образом приветствуют всех, кто сюда приезжает. На первый взгляд хрупкая голубоглазая девушка и в окружении грозных зверей. Это не грозное животное, оно умнейшее, очень мудрое, очень справедливое, я бы сказала, даже благородное. И нам, людям, есть чему у них поучиться. Ради них Татьяна переехала из Санкт-Петербурга в горное селение. Почему именно в Карачаево-Черкесию? Да потому что отдыхала в Кисловодске. Край привлек живописной природой, а село Элькуш покорило своей красотой. От курортного города рукой подать. С территории питомника можно любоваться Кисловодском. Выбрав место, Татьяна сразу переехала сюда с тремя волками. Все они жили в питерской квартире. Животным нужен был комфорт. Я весь Петербург, всю свою столичную жизнь променяла на жизнь в этом Карачаевском селе. И ни на секунду не сожалею. Может, вы все-таки сбежали от городской суеты? Да нет. Но прежде всего я сбежала от того, что у меня даже на прогулку с тремя моими питомцами уходило по 8 часов в день. Это достаточно трудоемко. Здесь я их могу выпустить на своей территории, они могут здесь погулять. А в городе, конечно, мне приходилось выводить их все время на поводках. Это достаточно трудно, тяжело и занимало очень много времени. Получается, волки жили в квартире у вас в Санкт-Петербурге? Конечно, конечно, да. Скажите, как соседи на это реагировали? Ой, это вообще было изумительно. Это как к соседям, кто-то приезжает в гости, все ко мне на экскурсию. Это всегда было так. Всем было очень интересно. Мы когда гуляли в парке, люди останавливались, всегда нас фотографировали. У меня животные, они очень лояльные, они не агрессивны к людям. Они воспитаны в любви. И поэтому люди с ними фотографировались всегда. Скажите, почему выбор пал именно на Карачаево-Черкесию, именно на село Эль-Куш? Ну, во-первых, Кавказ. Кавказ – это волки. Это естественно. На Кавказе волки – это символ тотемный такой. Люди всегда уважительно относились к этому хищнику. И кавказские народы почитательно относились к волку. Многие мужчины себя сравнивают с волками. То есть быть как волк – это считалось гордостью, честью. И, конечно, такое место должно быть на Кавказе. Но прежде всего еще природа. Тут потрясающая природа. Вот питерский волчак Цефар. Ему 9 лет. Разводили для пограничной службы. Как говорит Таня, обладает лучшим интеллектом. Ну, мне кажется, вы нашли какой-то общий язык, да, вот с этими животными? Ну, конечно, конечно. Это надо их любить очень сильно, чтобы научиться их понимать. Иначе никак. Вот получается, волк никогда не набросится на своего хозяина, да? Не совсем верно. Волк может наброситься на хозяина, если это именно хозяин. Но волк никогда не набросится на своего друга. За друга он отдаст свою жизнь, не задумываясь. И у них очень развито семейное отношение. И волк за свою семью способен на многое. И если ты становишься членом его семьи, его другом, он, конечно, тебя никогда не обидит. Самый лучший, надежный для них друг, да? Конечно, они мне верят, это многое значит. Они мне доверяют в своей жизни. Они даже вот волки очень всего боятся нового. Если я вот вывожу своего волка, он идет, и какой-то предмет вызывает у него страх. Он боится пройти мимо него. И ради меня он идет к этому предмету и проходит мимо. Это очень ценно. Мишель – вожак стаи. Она хоть и дама, но имеет право на такой статус. Мишель – канадский волк. Их выводят для спасательной работы. А в соседнем вольере обитает ее супруг Каспер. На вопрос, почему самка вожак стаи, Татьяна отвечает, Каспер моложе ее и поэтому ниже рангом. Да и вообще в паре самка ведущая. Он гораздо ее моложе, но все равно любовь у них случилась. И снова вой. Гости приехали. Марина Пальчаковская – друг и меценат. Привозят для волчьей стаи всегда что-то вкусненькое. На этот раз мороженое. Бытует мнение, что хищники едят только мясо. Но они как люди. В рационе есть все – фрукты, овощи, молочные продукты и, конечно, десерт. У Марины особая любовь к волкам. И они тоже питают к ней высокие чувства. Подают знаки внимания. Считается, что люди боятся хищников. Оказывается, наоборот. Волкам нужно научиться не бояться человека. Единственная из всей стаи волчица Арти не может принять людей. Опасается их. Принимает только хозяйку. Увидев непонятный объект, видеокамеру, да еще и чужаков, сразу прячется. Даже на мороженое не выходит. Марина Пальчаковская не только привозит лакомства, но и проводит волкам специальный обряд. Услышав звуки шаманского бубна, звери затихают и засыпают. Волки очень любят звук бубна. Вы видите, вся стая замолчала. И многие начинают как в транс ходить. Это сейчас было очищение. Вы находились рядом. Вы тоже… Если у вас были какие-то болезни или какие-то моменты негативные, то вы сейчас очистились. К своим подопечным Татьяна приближается только в одной и той же куртке. Улыбаясь, говорит, волки шкуру не меняют. В питомнике долины волков девять хищников. Есть чистые волки и есть гибриды. Это волк, скрещенный с собакой. Рядом с ними живут и хаски. У волчьей семейной пары Мишели Каспера есть потомство. Два щенка. Давайте к маме. К маме. Давай, иди сюда к маме. У него, когда родились малыши, это его первые дети, они были за стенкой от него. И он не спал несколько суток, чтобы их охранять. Представляете, какая ответственность. Хотя он молодой, у него большая ответственность. Он не спал, все время был на стороже. Но ночью не спал, а охранял свою семью. Днем засыпал. Такой днем выходишь, выходит старший. Там старший у нас сидит. Когда я его вывожу, старшего, он начинал спать. И вот прямо у него глаза закрывались. Это было очень интересно. Как молодой родитель настоящий. Скоро они пройдут обучение по программе поиска и спасения людей и будут успешно работать в специальных службах. В обучении Татьяне помогает группа кинологов. Хозяйка волков тоже в этом участвует, так как сама кинолог, но по профессии художник. Еще при рождении судьба была предрешена, говорит Татьяна. Когда она родилась, известный питерский художник Георгий Мороз в честь рождения дочери преподнес ее отцу подарок – картину с изображением волков. Из самого детства Татьяне очень нравились они, да еще и отец был охотником. Связь с природой была всегда. А когда Таня стала взрослой и вовсе решила держать их в квартире. Я занимаюсь любимым делом, я занимаюсь любимыми животными. И что еще могу сказать, вот когда приходят гости, наш питомник, и даже детки, когда общаются с этими животными, я вижу у людей радость, я понимаю, что занимаюсь нужным делом. Делом, которое делает наш мир светлее, чище, лучше. Благодаря хищникам оказалась на лоне природы. Для художника благодать, только времени для написания картин совсем нет. Много забот. Глядя на эту хрупкую леди, даже и не поверишь, что все здесь она построила своими собственными руками. Раньше на этом месте был пустырь. Вначале жила с волками в вагончике, со временем построила дом и вольеры. Как признается Татьяна, я и строитель, и плотник, и на все руки мастер. Многое еще не доделано, но все это временно. Здесь, куда ни глянь, везде волки. Все это сделано руками Татьяны. Есть даже музей. Сейчас в нем реконструкция. Но мы все же заглянули. Здесь тоже волки, только в виде фигурок, ювелирные украшения. Изображение волка можно увидеть на монетах и денежных купюрах. Многое из этой коллекции подарено посетителями. Здесь от волка в миниатюре и до вот такой необычной фигуры, сплетенной из березовых прутьев. Работа Татьяны. В тот момент она ее выполняла со сломанными ребрами. Последствия стройки. Но через боль хотелось сделать что-то необычное. Музей часто посещают туристы. За четыре года у питомника появилось немало друзей-помощников. На содержание животных нужны средства. И немалые, но мир не без добрых людей. Сначала было очень трудно. Сейчас, слава богу, у нас появилась частная компания, которая занимается сельскохозяйственной продукцией. И она поставляет нам продовольствие на неделю. Каждую неделю это 120 килограмм мяса. Территория питомника пока до конца не благоустроена. Хоть вокруг красивая природа, но волку нужно ощущение леса. Так ему комфортнее. И поэтому администрация Малокарачаевского района подарила саженцы для озеленения питомника. Глядя на все это со стороны, задаешь себе вопрос. Как можно посвятить себя, свое время, свою жизнь этому животному, которого даже в сказках мы видим как не совсем доброго зверя. Но, как утверждает Татьяна, именно волк может стать настоящим другом. И в отличие от человека, он никогда не предаст и будет оберегать. И стоять за тебя стеной до конца. Светлана Шаганова, Али Бастанов, Вести Карачаева, Черкесия, Эль Куш, Малокарачаевский район. Завтра в это же время жду вас у телеэкранов. Но в 14.30 смотрите информационный выпуск Вестей. Хорошего продолжения дня. До встречи.